Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Никиты Кузнецова и Дарины Маркиной всё серьёзно. В планах Никиты познакомить девушку со своими родителями и потом он хочет сделать ей предложение. Сестра Ольги Рапунцель Алена Савкина приезжала на поляну. Она встретилась с ребятами-участниками, нашла общий язык с Мариной Тристановной Абрамсон и с Юлией Ефременковой. Сергей Захарьяш узнал о переписке своей девушки Лилии Четрару с Глебом Жемчуговым. Захарьяш пришёл в бешенство. Он решил разорвать отношения и стал собирать вещи, чтобы выехать из комнаты. В сети появилась интересная информация о прошлом нового участника Артёме Волкове. Он не только получал срок за незаконное хранение запрещенных веществ, но и был петухом на зоне. Волков это псевдоним парня, на самом деле его зовут Александр Маланин. В подтверждение своих слов информатор опубликовал фото Артёма из колонии, где он отбывал свой срок. Мария не хочет строить отношения с Волковым и даже голосовала против него на последнем голосовании. Но сам Артём не теряет надежды заманить Машу в свои сети. Жители Острова Любви красиво отметили день всех влюблённых на Сейшелах. Ребята публикуют фотографии. Не прошло и недели, как Олеся Лисовская простила Вальтера Соломенцева. Девушка призналась ему в любви. Татьяна Владимировна Африкантова осенью собирается стать студенткой. Она не стоит на месте, теперь она хочет научиться снимать фильмы. Также Татьяна Африкантова сообщила, что у её дочери Марины вновь взломали страничку в Инстаграм. Женщина уверена, что это дело рук Андрея Чуева. Алена Водонаева тоже побывала на центральном ипподроме, где проходили скачки. Она появилась в необычном образе. Зрители отмечают, как сильно изменилась Катя Колесниченко после пластических операций. В своём Инстаграм девушка редактирует снимки, поэтому всегда выглядит безупречно. Но в недавнем эфире Клуба весёлых дураков операторы показали её такой, какая она есть на самом деле. Вика Романец готовится к свадьбе. Она публикует снимки из свадебного салона. Примеряет платье. Вика с Антоном Гусевым пообщались с подписчиками в прямом эфире Инстаграм. Антон уже говорит, что сына на его свадьбе не будет. Свидетелей ребята ещё пока не нашли, даже не думали об этом. Девичника и мальчишника у них не будет. Женя Феофилактова пообщалась с поклонниками в прямом эфире Инстаграма, ответила на вопросы касательно Антона. Сейчас они не общаются, даже в тех редких случаях, когда Антон приезжает забрать сына. Женя старается, чтобы всё это происходило через няню. Сын страдает из-за того, что редко видит отца. Антон материально совсем не помогает. И в очередной раз Женя сказала, что Даниэля на этой свадьбе не будет 100%. Стало известно, кто оплатил отдых Ольге Бузовой. В сети появилась информация, что она проводит время в компании женатого олигарха Андрея Мельниченко. Бузова опубликовала уже больше десятка кадров из путешествия, но везде позирует одна. Слухи о том, что её отдых оплатил Мельниченко, Бузова никак не комментирует. На этом всё. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.